Это у нас самка, самка Леопли Рудона. Бог Майнкрафта, помоги мне и дай мне новенького динозаврика, я тебя прошу. Из этого делается машина времени, что, простите, вата? Опа, осётр, здравствуйте, собрали его. Господи, тролль меня напугал, что ж ты такой страшный-то, а? Я не могу, а? Ну чё ж... Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Ит Маус, и я археолог в Майнкрафте. Добро пожаловать на тринадцатую серию по выживанию с модами на моей крутой археологической сборочке. С такими модами, как Джурасси Крафт, а также раскопки и археология. Вы только посмотрите, как уже у нас вырос брахиозавр, он просто громадный. И ребята, в прошлой серии я вылупил себе новенького динозавра. Это водный динозавр под названием Леопли Рудон. Он будет очень большим, пока что маленький, и давайте проверим, самка это у нас или же самец. Ну-ка, иди-ка сюда, динопедии нажимаем и смотрим. Это у нас самка, самка Леопли Рудона. Она уже, кстати говоря, прирученная, что очень даже классненько. И ребята, в дальнейшем для нее нужно будет строить просто огроменный, большущий аквариум. Потому что иначе здесь она просто не поместится, как только будет расти. Это у нас хищная, такая животная, которая будет питаться мясом. Поэтому прямо-таки сейчас давайте же это сделаем, накормим ее. Потому что она уже очень голодненькая. Коровки, здравствуйте, спасибо огромное вам за мяско. Две штуки есть, думаю, что пока что будет вполне данного мяса достаточно. Приятного тебе аппетита, кушай. Все, все сожрала просто за один клик, два мяса съела. Нифига себе, какая ты прожорливая стала, жесть, конечно. Да уж, ну-ка иди-ка сюда, подходи. Че у тебя получается? По здоровью все прекрасно, по голоду. Сытая она у нас полностью, это очень хорошо. На самом деле, пока что она еще не выросла. Но, блин, ребята, я уже хочу, чтобы она подросла. Мне будет очень интересно, до каких максимальных размеров данный Леопли Рудон может вырасти. Вот. В этой серии также я хочу заняться, опять-таки, выводом какого-нибудь динозаврика. А также, конечно же, тинкер-констрактом, потому что, ну, блин, надо делать себе какие-то более-менее крутые инструменты. И нужно определиться, где нам начать нужно будет строить печку. Я пока что абсолютно не знаю. Возможно, что данный загон я снесу, и уже вместо этого загончика будет печка стоять. А может быть, я где-нибудь вон там пока что еще реально не определился. Кстати, в начале этой серии, пожалуйста, поставьте лайкусики. Просто не поленитесь, возьмите каждый, возьмите и влепите лайк. Ммм, вам несложно же будет. А мне очень приятно. И все, кто еще не подписался, я уверен, что многие есть те, кто еще не подписан, возьмите и подпишитесь на канал. Ну, неужели вам сложно? Новые серии, чтобы не пропускать, нужно обязательно на мой канал подписаться. Это просто обязательное условие. Что же. Окей, для начала я, наверное, пойду быстренько в шахточку. Где-то у меня тут находится кирка моя алмазная, я пока что не знаю. А, вот она в инвентаре у меня. Все отлично. Берем с собой факела и погнали. Мне нужно забрать с собой немножко биофосилов, чтобы уже можно было вывести новенькие ДНК динозаврика. В шахте находится у нас, в принципе, где-то на картезе. Давайте найдем пещера с деревом. Сюда я не пойду. А вот примерно вот сюда, думаю, можно спуститься. И секундочку. По-моему, в прошлый раз в данной пещере я был или не был? Секундочку. Я пока что даже не знаю. Нет, давайте не в эту пойдем. Допустим, вот сюда, где находится она. Вот она. Да? Да. Вот она эта пещерочка. И данные, получается, фосилы. Я могу срубать и получать себе самые настоящие останочки всяких разных динозавриков. Из которых уже в дальнейшем я, наконец-таки, смогу вывести себе новенького какого-нибудь существа. Допустим, платоядного динозавра. Или же вегетарианского. Или же просто по-русски... А, как это сказать-то, господи? Травоядного. Да, пока что тут, в принципе, ничего нет. Давайте факела возьмем в руки. Почему-то ничего не освещается. Очень слишком темно. Поэтому давайте врубим нормальные мои любимые пещерные шейдеры. Во! Другое дело. Еще одни останочки собираем с собой. И, ребята, мне что-то очень странное только что выпало. Ну-ка, дорубаем и смотрим, что это у нас такое. Скоробей! Ребята, это жук-скоробей, из которого делает... О, боже мой, что это такое? Из этого делается машина времени! Что, простите, вата? Эл! Окей, потом разберемся. Так же, всякие разные мечи, улучшенные лопаты и еще много-много-много всяких разных ништяков. А это что такое? Боже мой, акватик-скоробей-гем. Что делается из тебя? А-та-та-та-та. Может быть использованы. А-а-а... Я не знаю, что это такое. Ну, ладно, потом переведу, если что вы еще сможете видеть на экране, что это означает. Вот. А я, конечно же, потом узнаю, что это значит. Ну, блин, это, конечно же, прикольненько. Я вот не знаю, на что его потратить. Напишите в комментариях. Либо на машину времени, Либо на какие-то мечи, инструменты. Как вы думаете, на что лучше? Если на машину времени, так и в чате напишите. Вернее, в комментариях. Машина времени. Если на инструменты или оружие, то так и напишите. Инструменты или оружие. Окей? Договорились? Я думаю, мы с вами договорились. Ладненько. Поехали, срубим себе еще немножко уголька. Потому что он тоже мне очень-очень важен. Так как всякие разные останки нужно, конечно же, переплавлять. А это что у нас такое? А-а-а-м... Плент-фосил. Окей? Опять-таки они фосил-гриндери переделываются. И получаются из них какие-то разные интересные семена. Понятненько. Ладно, срубаем еще немного угля. Ну и в принципе, вроде бы как, все. Здесь больше никаких раскопок, вернее, фосилов не имеется, вроде бы как. Поэтому нужно идти далее. Хотя, секундочку. Во, еще биофосилы собрали мы с вами немножко. Это хорошо. Отличненько. Просто замечательно. У меня уже имеется целых три биофосила. Но, ребята, этого мне недостаточно. Мне нужно немного побольше. Кстати, железка тоже собираем с собой. Данный черепок. Кстати, что он тут делает, я не понял. Ну, эм, 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 ладно. Это было странно. Продолжаем. Идемте далее. И в принципе, да, ребята. Это все. Это, конечно, больше здесь ничего нету. Какие же это классные шейдеры, на самом деле. Я их просто обожаю. Но, блин, мне нужно найти еще больше биофосилов. Пожалуйста, дайте мне еще какую-нибудь маленькую. Малюсенькую, маленьечкую пещеру. Есть? Да, ребята. А, нет, секундочку. Это у нас вода. И здесь ничего такого археологического я заметить не могу, кроме гипса. Гипс мне, конечно же, не нужен. Я пойду далее. И давайте переключим немного шейдера. Допустим, V6 Lite. Они тоже вполне неплохие. С тенями довольно-таки прикольные. Мне они очень нравятся. Кстати, можно перекусить немножко сыра. Потому что я голодненький. Поэтому давайте это сделаем. Кушаем. 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 И еще раз кушаем. Замечательно. Попьем еще немного водички. Хоть и отравленные, ничего страшного. Побежали далее. Искать какую-нибудь пещерочку. Здесь водяная пещера. Это, конечно же, тоже ничего интересного. Нужно пробегать далее. Господи, какая же здесь красивая вода. Вам нравится она? Мне тоже нравится. Опа. Осетр. Здравствуйте. Собрали его. Можно будет покормить нашего любименького Леоплеридончика. Он будет очень доволен данным лакомством. Потому что для него осетр это просто лакомный кусочек, дорогие друзья. Такс. Ну же. Пещера хоть какая-нибудь. Пожалуйста. Да, ребята. Останки. Собираем, конечно же, их опять-таки. Всякие разные штуки из мода Fossil and Archaeology. Здесь ничего такого нету больше. А вот тут огромнейшая красивая пещера. Наконец-таки. Все, ребята. Врубаем пещерные шейдеры опять-таки. И продолжаем все это дело потихонечку дорубать. Замечательный биофоссил у нас опять-таки есть. Нам нужно хотя бы штук, не знаю, 10, 15, 20 их срубить. Чтобы уже можно было с огромным шансом вывести какие-нибудь ДНК новенького динозаврика. Давайте срубаем все это дело. Замечательно. Еще больше. Чем больше, тем лучше. У меня довольно-таки, кстати говоря, много уже появляется плент-фоссилов. Это реально очень классно. Они безумно классно выглядят. И уже целых 7 биофоссилов у меня в интере находятся. Что тоже меня не может, конечно же, не радовать. Так, что у нас здесь находится? Здесь просто-напросто тупичок. Окей, сюда я, конечно же, не пойду. И пойду срубать дальше. Всякие разные ништячки. Опа. А еще одна пещера. Здесь определенно будут опять-таки всякие разные останки. Да, вот они. Вот они своего рода останочки. Собираем, конечно же, их тоже. Еще. И еще. И здесь вроде бы как все. Больше нету только железка. А там я копался, видимо, вглубь уже когда-то. Мда. Я здесь уже был. Понятно. Значит, получается, в этой пещере я уже совершенно не первый раз. Но самое интересное, я забыл то, что я в ней был. Представляете себе? И, по-моему, ребята, здесь рядом дракон находится. Ой, зря я сюда пришел. На территорию дракона. Заблетать, знаете ли, мне как-то совершенно не хочется. Да, отсюда я уже приперся. Нужно пройти немного вот сюда. И, возможно, здесь тоже будет какая-нибудь пещера. Есть? Есть. Ну-ка, а останочки здесь будет? Давайте-ка посмотрим. Нет, останочков здесь нету. Тогда пройдем еще немного подалее. И, возможно, уже здесь будет, опять-таки, какая-нибудь интересная пещера. Ребята, я снова на территории дракона. Нужно отсюда срочно уйти. Потому что иначе меня он убьет. А я этого совершенно не хочу. Меня это совершенно, конечно же, устраивать не будет. Ну-ка, здравствуйте. Пещерочка, пожалуйста, хотя бы какая-нибудь еще одна. Давай, попадись мне. Во, наконец-то, еще одни останочки. Собираем, собираем их биофосилы. Пожалуйста, вы поедите мне. Не надо мне плентфосилы. Мне нужны только биофосилы. Давайте. Еще немножко осталось. Такс, отлично. И, блин, где биофосилы мои? Я не понял. Так, не биофосилы. А сейчас будут биофосилы. Интересно узнать. И давайте. А, да, вроде бы как это были биофосилы. Сколько у меня уже штук? Должно быть восемь. Семь. Пока что биофосилы мне опять-таки не выпали. И я знаю то, что я данный череп не собрал. Просто-напросто пока что он мне не нужен. Поэтому я на него, внимание, столь сильно не заостряю. Пойдемте далее. Там находится какой-то слаймовый остров. Почему только одна штука? Видно все, пиксели прогружаются. Это хорошо то, что чанки грузятся у нас. Идемте далее. Идемте в эту сторону. И я уже очень скоро найду себе еще одну пещеру. Кстати говоря, коровочки тоже полезная штука. Можно их, конечно же, убить. И получить с них немножко мяса. Потому что мне нужно будет кормить своих любименьких хищников. А, как вы знаете, они довольно-таки прожорливые существа достаточно. Поэтому реально мясо как никогда здесь пригодится. И, по-моему, я нахожу какую-то пещеру. Наконец-таки. Но, ребята, это опять-таки тупиковая пещера, в которой нету даже ничего из мода фосил энтерхеологи. Да ладно, вы что, издеваетесь, что ли? Где мои останки? Мне срочно нужны всякие разные биофосилы и так далее. Секунду. Неужели я мясо не собирал серьезно? Но, ребята, идемте обратно. Мясо находилось где-то вроде бы как вот здесь. Вот тут вот в этом райончике. И да, вот оно все, ребята. Без мяса мы с вами не остались. Это очень хорошо. И у меня уже целых два скоробей гема, ребята. Откуда целых две штуки-то? Когда я успел вторую штуку срубить? Я этого не помню. Воу, прикольненько. Окей, ладно. Я уже могу сделать себе и машину времени, и всякие разные своего рода оружия. Представляете себе, как мне повезло. Круто. Это просто шикарно, ребята. Лайк за это вы обязательно должны поставить. Ну-ка, что у нас здесь? Пещера? Нет, пещеры здесь нету. Опять-таки всякие разные курицы и так далее. Коровки, конечно же, я их поубиваю. Ну и, в принципе, пещеры снова нету. Ну, пожалуйста, ну дайте мне какую-нибудь пещеру хотя бы. Воу, ребята, я что-то нахожу. Наконец-таки все. Это определенно большущая пещерка. Оу, да. Ну все. Здесь мы сейчас с вами определенно поживимся. Даже, даже. Вот они мои поселы. И, ребята, я очень хочу пить. Здесь еще и криптер, господи. Не надо. Не надо взрываться, знаешь ли. Сегодня не время для взрывов. Сегодня террористические акции. Вернее, как это называется? Террористические акты. Точно, кив жопу. Акции. Террористические акты не производятся. Мда. Ну-ка, железка. Уголечек. Это все не нужно. Мне нужны только останочки. Оста... Ох, это из... Ох ты, господи. Это не то. Это не то, что нужно. Это из мода Джураси Крафт. Пока что я эту штуку не соберу. Так, какие классные сталактиты и сталагмиты. Смотрите, о господи. Нифига, они прикольные. Ладно. Ну-ка, останочки есть здесь какие-нибудь еще? Опять-таки, из мода Джураси Крафт. Это не то, что мне нужно. Там еще ниже пещера находится. Поэтому я именно в нее, пожалуй, и спущусь. Здорово, определенный крипер. Что я сказал? Вернее, еще один крипер. Почему тут определенный крипер? Что бывает? Неопределенные крипери, что ли? Что я только что сказал? Не понимаю сам. О, опять-таки, останочки биопосилы дайте мне. Почему же их так мало-то, елки-палки? Мне нужно как можно больше их. Ну же, давайте еще. О, отлично, наконец-то нахожу. Да, биопосил мне выпал. Неужели? Еще биопосилы, еще биопосилы. То, что надо. Вот это я уже понимаю. Это мне уже нравится. Много биопосилов. Это, конечно же, хорошо. Сапфир, ух ты. Ого, как мне повезло сегодня. Давайте выкинем, допустим, семена пшеницы. И все. Полетели далее. Ну-ка, здравствуйте. И опять-таки, останочки всякие разные. Господи, сколько же вас здесь много. На самом деле, пещеры очень красивые. В этом моде, в этой сборке... Господи, тролль меня напугал. Что ж ты такой страшный-то? А, я не могу. Ну, что ж ты так пугаешь, а? Ну, господи, ты боже мой. А ну, получи. А ну, умирай. Все, почти готов. Убили. Да. Все, это было очень просто. Это было очень легко. И смотрите, что я вижу, ребята, здесь. Я вроде бы как только что заметил замороженные останочки. Даже, да, замороженные штуки. Возможно, из них тоже что-нибудь да выпадет. Знаете что? Шлема, я думаю, стоит скрестить. Все. У меня новенький, чистенький шлем. Данную воду стоит, конечно же, потихонечку перекрыть. Иначе она мне будет очень сильно мешаться здесь. Перекрываем. Такс, такс. Все, почти что готово. Почти что мы с вами это сделали. Господи, как же это сложно перекрыть-то, елки-палки. Все. Наконец-таки вода сюда больше поступать не будет. Ну и, конечно же, собираем данные останочки. А вернее, окаменелую землю. Возможно, отсюда выпадет ДНК тоже какого-нибудь животного. И да, ребята, мне выпало опять-таки ледяное мясо. Самое настоящее замороженный кусок, получается, ножки. Это классненько. Давайте еще немного забираем этих штучек. Господи, вода мешает мне очень сильно. Пожалуйста, уйди отсюда. Не надо течь здесь ни в коем случае. Все. Спасибо огромнейшее. Я могу все это дело спокойно вырубать. Выкинем мы с вами, наверное, получается данный черепок. Еще вот этот черепок выкинем. Пол блоки выкину отсюда. И, наверное, блок земли. Все. Это мне, конечно же, все не нужно. Опять-таки, собираем всякие разные замороженные штучки. Возможно, что-то еще выпадет. Ииии, нет, все. Более мне не везет. Но уже, ребята, у нас есть мясо. Уже у нас есть немного биофоселов. И, ребята, я почти что уже, можно сказать, около своей цели. Так, собираем. Собираем биофоселы. Еще пока что больше мне не падают. Но ничего. Давайте последние останочки найдем. Опять-таки, замороженная земля. Блин, сколько же здесь еще много ее. Хоть бы мне опять-таки выпал кусок замороженного мяса. Это было бы просто замечательно. Но пока что ничего такого похожего не падает. Листа опыта. Отличненько. Давайте здесь метку, думаю, поставим, да? Вот такую вот. И назовем, знаете как? Назовем опыт. Просто опыт. Опыт. Готово. Все. Сохранили. Замечательно. И, вроде бы как, больше останочков я здесь не вижу. Давайте соберем немного ягодок. Покушаем, конечно же, их, естественно. И вот они. Еще одни. Нет, это не из постилы. Ребята, мне нужно еще совсем чуть-чуть останочков срубить себе. Чтобы я уже точно, практически со стопроцентным шансом смог появить. Вылупить себе динозаврика какого-нибудь. Давайте. Ну-ка, здесь есть, чеки, останочки. Останочки. Опа. Плент постилы. А, это уголек только выпал обычный. Ладненько. Это не то, что мне нужно. Ну и, в принципе, все. Нет, секундочку. Последнее, что я срублю, это замороженный камень. И мне выпала книга. Также еще всякая разная штука, интересно, здесь выпасть может. Нет? Ам, нет. Все, ладненько. Я думаю, потихонечку можно спокойно смело идти до домика. Хотя нет, вот еще немножко, опять-таки, всяких разных из мода Fossil Interheology штук. Можно их, конечно же, дорубить. Все, биофосилы у меня, опять-таки, нападали. И я довольный. Отправляюсь домой. Телепортируемся. И, здравствуйте, я снова дома. Давайте, конечно же, ляжем поспать, потому что я уже очень вымытался в этой пещере. Я безумно хочу пить. У меня нету еды, вернее, голод. Я очень сильно голодный, поэтому, конечно же, тоже это нужно исправить. Давайте попьем водички. Почему я не могу ее пить? Понял, факела. Все, пьем, 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 пьем. Да, господи, дайте мне пить водички уже, наконец-таки, слава богу. Наконец-то, ура. Все, все забрали. Факела, конечно же, кладем вот сюда. Ну и полетели. Господи, опять-таки, крыса нападает. Что ж вы делаете? Крыса пошла в жопу. Уйди, уйди от меня. Все, спасибо большущее. Выкладываем всякие разные вещи по сундукам. Ну и, естественно, закидываем данное, получается, ножку, ледяную мяско и, конечно же, биофосилы. Надеюсь, что хоть что-нибудь у меня получится. Пожалуйста, бог Майнкрафта, помоги мне и дай мне новенького динозаврика. Я тебя прошу. Я тебя просто умоляю. И пока что ничего, только песочек. Ну ладно, еще не все потеряно. Еще все может обязательно, конечно же, получиться. Плент фосилы тоже я, конечно же, выложу. И, возможно, из этого что-нибудь тоже выйдет. Я возьму данный меч поломанный и, конечно же, постараюсь его тоже починить. Вдруг у меня это сделать получится. Вот, все. Релик скрепа положили. Вполне реально то, что из этого сейчас что-нибудь да выйдет. Я очень на это надеюсь. Ну-ка, ДНК получили. Пока что ничего не получаем. Ничего. Еще не все потеряно. Давайте покормим наших, естественно, хищников. А ну-ка, хищники. Приятного аппетита вам. Молодцы. Все довольные. Леоплеродон, здравствуйте. Приятного аппетита тебе тоже. Давайте переключим, пожалуй, наверное, вот на эти шейдеры. Они более пока что будут отчетливые и светленькие. Все замечательно. Приятного аппетита. Идем далее. Нам нужно забрать с собой немножечко, совершенно чуточку получается, семян. И покормить остальных вегетарианцев. Травоядненьких наших. Все. Приятного аппетита. Приятного аппетита, додошки. Иди-ка сюда. Кушай. Молодец. Ну и, конечно же, ты. Брахиозавр. Самый гигантище наш. Тоже приятного тебе аппетита. Ты не голодный? Да ладно. Ладно, давайте еще покормим его. А, в кормушке еще дофигища всего есть. Окей, тогда он голодача, в принципе, не скоро будет. Смотрите, стегозавр потихонечку тоже уже растет, подрастает, становится большим. Додошка, наверное, уже полностью выросла. А вот леоплеродон, естественно, не вырос еще. Он еще пока что совершенно маленький. А ты? Ну-ка, динопедия. Какой у тебя уже возраст? Интересно мне узнать. Возраст три года. Я вот не знаю, ты полностью вырос или нет. Давай я тебе еще немного покормлю мясом. Приятного аппетита тебе. И леоплеродон, давай кушай. Молодчинка. Все, все, сожрали, молодцы, конечно же. Забираем с собой факела. И идемте, смотрим, что же будет новенького, интересного в культиваторе. Ну-ка, культиватор, приветики. Вот он, вернее. Ребята, целых два, целых два ДНК. Опять-таки, компа Гант, вернее, компса Гант у нас, который уже есть. А также Дейно Ни... Какой-то Дейно Ничус. Ребята, стегозавр еще вылупился. Что, простите, еще один стегозавр. Что ж мне так везет? Офигеть, уже целых три ДНК. Да, но я хочу вырастить тебя, братан. Именно тебя я хочу вырастить, потому что я думаю, что ты будешь крутым. Все, давайте берем ведро с молоком скорее и скорее бежим его выращивать как можно быстрее. А ну-ка, коровка, иди-ка сюда. Собрали молочка немножко и, конечно же, расти. Братишка, давай, делай это, просто-напросто делай это. Я уверен, что у тебя получится вырасти в какого-нибудь красивенького. Я не знаю, это у нас получается вегетарианец или, допустим, мясоед. Пока что мне это непонятно. Опа, стараюсь, свинина выпала, нифига себе. Вот это прикольно. Пойдемте покормим опять-таки нашего любименького, любимого рудошка. Приятного аппетита тебе. Я думаю, ты уже скоро вырастешь. Очень на это надеюсь. Так, сойдемте далее и посмотрим, возможно, опять-таки что-нибудь интересное вылупится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И пока весь ничего. Ладненько. Подождем еще немножко. И да, в принципе, уже отсюда ничего такого интересного вылупиться не может. Так как все штуки, из которых ДНК динозавров, должны были получиться, уже ничего тут нету. Потому что они все уже проанализировались. Только могут семена всякие разные выпасть. Но, в принципе, это тоже очень хорошо. Так, пока что вроде бы все отлично. Ничего не ломается, никакого мутанта у нас не получается. Мне это очень нравится. Меня это очень радует, потому что, блин, если бы вылупился мутант, и если он еще вылупится, это будет грустно. Я хочу, чтобы все это дело прошло спокойно, и никакого мутанта больше не было. Умоляю, хоть бы именно так как раз-таки все и было. Так, кстати, пока все это дело плавится, я думаю, стоит пойти себе срубить немного глины. Где моя лопата? Не понял. Где лопата моя? Лопата, ты где? Эй, лопаты я пока что не вижу. Это очень странно, вроде бы она вот здесь. Да, вот она моя алмазная лопата. Нужно пойти и добыть себе немножко глины, чтобы уже можно было делать самые настоящие кирпичики. И чтобы из этих кирпичиков уже можно было сделать самую настоящую печь для, получается, тинкерс констракта. На ну-ка, осетр, иди-ка сюда. Поймали. Отлично. Попался, братишка. Все, идемте за глиной. Вот первую глину я уже вижу. Срубаем ее, конечно же, и забираем с собой. По виду там точно ничего нету, так что нужно идти в эту сторону. А, так вот она же, прямо-таки около нашего берега. Это очень хорошо. Срубаем опять-таки ее полностью всю. Раз, два, три, четыре, пять. Глинку эту можно собрать. И я пошел аккуратненько до домика. Переплавлять свои любименькие кирпичики. Блин, прошу, хоть бы с культиватором все было хорошо и никакого монстра там не было. Пожалуйста, умоляю. Ну-ка, иди-ка сюда. Культиватор, ты живой? Да, с тобой все хорошо. С тобою все в порядке. И ты уже почти что полностью доработался. Это классно. Походу все пройдет без, получается, последствий. Кладем данную глину на переплавочку, естественно. И из этого получатся у нас вот такие вот кирпичики. И, по идее, из них уже я смогу получить... Секундочку, неправильно, ребята, я говорю. По идее, где-то вот сейчас нам нужно найти... А, во. Да, из этого делается глина. Затем что? Это не то немножко. Ну-ка, давайте-ка найдем. Во. Вот такую штуку нам нужно сделать под названием цемент. Получается, песочек нужен будет еще и гравий. Поэтому все хорошо. Из этого получается два цемента. Из цемента уже делаются кирпичики сушеные. А из сушеных кирпичей делаются самые настоящие части деталей для плавильни. Ну-ка, ребята, он почти что готов. Он почти что вылупил все елки-палки. Как же это, блин, круто. Скоро у нас будет новый динозавр. Блин, как же это шикарно. Давай, еще совсем чуть-чуть. Ну-ка, плавится, плавится. Замечательно. Это пока что повыкладываем. И, кстати, у меня уже довольно-таки много сапфира. Давайте посмотрим, что из тебя делается. Ребята, меч получился. У нас новое оружие прямо-таки в руках. Какое же оно прекрасное. Хелло всем. Здравствуйте. Да, приветики. У меня новый меч. Меч капитана Крука как будто какого-то. Он, кстати говоря, в крови как будто. Это довольно-таки странненько. Ладно. Знаете, что сделаем? В общем-то, мне вот очень интересно. Смотрите. Если я возьму землю, давайте еще раз посмотрим, что из этой земли может вообще получиться. Получается, мне нужно вот сито. Шанс 20% то, что песок. 5% то, что земля опять-таки получится. Затем 1% то, что получится амбер. Ого, нифига себе. Также плентфосилы, картошка, морковка и так далее. Ну, ага. Также биофосилы я могу получить с помощью земли. Да ладно. Я про это никогда не задумывался ранее. Окей. Тогда положим. Давайте все это дело быстренько. Так. Все. Кладись. И, конечно же, просеивайся, естественно. Ну-ка. Меч уже получился. И давайте, в общем-то, насчет сапфира. Я что хотел сказать. Смотрите. Из этого сапфира пока что делаются только одни блоки. Это все, что нужно. А в дальнейшем... О, секундочку. Ритуал даже можно делать. Что? Простите. Заклинание курицы. Заклинание летучей мыши. Что это такое? Что это, мать его, елки-палки? Ладно, потом разберемся. Пока что мне нужно сделать себе только блоки. Из блоков уже делаются более интересные штуки. Которые в дальнейшем можно будет использовать по интересному назначению. О, да. О, да. Да, ребята, вы не ошиблись. Здесь делаются по-настоящему интересные вещи. Так что полетели. Давайте. Делаем пока что быстренько себе блоки. Вот такие вот красивенькие. Та-дам. Все. Есть. Целых семь штук получилось. Это довольно-таки хороший результат. Ребята, не тот сапфировый блок получился. Нет. Нет, я немного тупанул. Блин, только не это. Пожалуйста. О, боже мой. Там совершенно другой блок должен был крафтиться. Из-за мода Асенфайр все это дело конфликтует. Я надеюсь, что вы не обидитесь, если я сейчас обратно все это дело раскрафчу. Получается 63 штуки. И получу обратно себе 63 сапфира, только уже обычных, которые у меня были. Окей? Я надеюсь, что вы меня за это не убьете. Все. Геймод один прописал. 63 данного сапфира выкидываю. Который случайным образом из-за конфликта модов получился у нас. И берем самый обыкновенный сапфир. Давайте, получается, вот он. Сапфир. Та-дам! 63 штуки. Ровно берем себе. Вот. Нет, не так. Секундочку. Нужно выложить одну. Так. Отличненько. Все. Вот так вот. И эту выкидываем. Все. Все честно. Все как надо. Геймод 0. Ну-ка. Давайте-ка еще раз проверим. Получится ли у нас делать нормальные сапфировые блоки. Так. Это не то создание, которое мне нужно. Блин, ребята, как быть? Как быть? Ну-ка. Все рецепты. Давайте посмотрим. Сапфир. Во! О, сапфировый блок. Могу ли я его получить? Не могу. Только из-за Синфайра получается. Но это не честно совершенно. Тогда, ребята, нужно сделать еще немножко по-другому. Смотрите. Я делаю данные сапфировые блоки. Опять-таки получаю 7 штучек. И потом их меняю опять-таки в гейммоде первом на блоки из мода Аркан Ворлд. Потому что иначе больше я никак это не сделаю. Это все конфликты модов. Поэтому, ребята, все честно, здесь никакого читерства просто не может быть. Даже не пахнет им. Ну-ка, где находятся мои сапфировые блоки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, ребята. Все замечательно. Все честно. Гейммод 0. Вырубаем. И у нас уже ночка. И, ребята, по-моему, получился динозавр. Да, ребята, яйцо динозавра только что вылупилось. Вернее, получилось. Мы вывели новое себе яичко. Слава тебе, господи. Это получилось. Похоже, судя по облику, это реально какой-то птеродактиль. Понимаете? Самый настоящий, блин, птеродактиль. Ну, хотя называется он Дейночус какой-то. Дейночус. Не знаю, что это такое. Он вроде бы как будет летающий. Поэтому, блин, я не знаю. Если вы знаете, что это за динозавр, то, пожалуйста, напишите в комментариях. И в следующей серии, ребята, я уже обещаю то, что я его вылупилю. Договорились? Договорились. Всё, дорогие ребята, на сегодня я данную прекрасную, замечательную серию буду потихонечку заканчивать. Очень надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайки. А также все-все-все, кто ещё не подписался, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Огромное ещё раз всем спасибо за просмотр. Всем дачу, всем пока-пока. Поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал.